Вопросы цен на получение коммунальных услуг остаются злободневными всегда. Для того, чтобы население понимало, из чего складываются тарифы, а поставщики эти тарифы не завышали, в Краснодарском крае действует региональная энергетическая комиссия. Регулярно ее специалисты проводят информационно-разъяснительную работу, выезжая в районы края. В августе руководитель РЭК Департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов провел такое совещание в Славянском районе. На совещание под председательством главы района Романа Сенеговского были приглашены главы поселений, специалисты отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представители ресурсно-снабжающих организаций, а также общественность в лице председателей товариществ собственников жилья. На повестке вопросы ценообразования на коммунальные услуги в Краснодарском крае. Сравнивая тарифы на ту или иную услугу в своем населенном пункте и соседнем, у людей часто возникает вопрос, почему отличаются цены. Руководитель региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов пояснил, что по каждому населенному пункту специалистами РЭК проводится детальный анализ затрат понесенных ресурсно-снабжающей организацией. И только после тщательного изучения всех тонкостей текущей работы согласуется рост тарифа. Причем по разным ресурсам рост может отличаться в разы. В вопросе ценообразования на коммунальные услуги основной упор сегодня делается на то, чтобы общая сумма по всем категориям потребляемых ресурсов не превышала установленный для края максимум, который равен 4%. В ходе совещания представители общественности Славянского района смогли задать интересующие их вопросы касаемо обсуждаемой темы. В числе прочих вопрос увеличения цены за обслуживание газового оборудования. По газу, вот в ЭДГО, ну повысил, было 4 тысячи за год, 4,590, а сейчас 6,590. Ну какого-то нового? Да, труба, общая труба, одинаковая. Как пояснил представитель Славянского горгаза, цену на обслуживание они не поднимали на протяжении последних пяти лет. Потому нынешний рост тарифа – необходимость. Антиконопольная служба подключилась к тем вопросам нашей дикторио-руфины Викторовна, отрабатывали по Успенскому району, по Традинскому району. Тем не менее, было принято также, и мы, рассматривая эти обращения, подготовили предложения в адрес федеральной антиконопольной службы, и наше законодательное собрание направило в адрес правительства Российской Федерации все-таки упорядочить вот этот вот рынок. Мы должны сами понимать, что четко эти работы должны выполняться, обязательно это наша безопасность, за сколько там взрываются баллоны. Но, тем не менее, действительно, здесь уже был тоже и обоснованность этих целей. Все вопросы, поступившие в ходе встречи, региональная энергетическая комиссия приняла к рассмотрению. После их детального изучения жителям Славянского района будут даны исчерпывающие ответы. Мария Клемова, Георгий Калинин, программа «События».